Добрый день, друзья! С вами канал Вдали от города и я Нина Коновалова. В прошлом я много снимала видеороликов и писала статьи по поводу, как я ухаживаю за своими орхидеями. Тем не менее, обратила внимание, что в нашем замечательном телеграм-канале в чате часто задают вопросы, что не получается выращивать и ухаживать за орхидеями. Вроде дарят красивые цветочки, либо покупает кто-то, поливают, ухаживают, заменяют субстраты, но проходит время и чахнут, чахнут, чахнут наши орхидеи. Удивительно, но полив орхидей, как оказывается, является самой распространенной ошибкой, которую мы допускаем при их выращивании. Многие из нас поливают эти нежные растения слишком часто и неправильно, что может привести к их гибели. Давайте сегодня вместе с вами разберемся, на что следует обратить внимание, чтобы обеспечить правильный полив и здоровый рост орхидеям. Главное правило не допускать застоя влаги. Корни орхидеи не должны контактировать с водой, так как это может привести к их загниванию, поэтому мы используем специальный субстрат, который обеспечивает свободный отток воды. Также важно помнить, что никогда нельзя поливать листья, чтобы вода не скапливалась в их падинах. Это может стать причиной загнивания растения. Чтобы полить орхидеи, нужно использовать воду, которая похожа на температуру нашего тела или, как говорят, комнатную температуру. Важно, чтобы вода была мягкой и в ней было мало кальция. Один из способов сделать такую воду, налить ее в лейку и оставить на ночь. Таким образом кальций осядет и вот верхняя вода будет идеальная для полива. Чтобы смягчить воду, ее можно прокипятить. Как часто нужно поливать орхидеи? Есть правило, поливать нужно только тогда, когда грунт станет сухим. Это легко проверить. Поднимите горшок, земля должна быть легкой, то есть она без видимых признаков увлажнения. Обычно растения поливают раз в неделю. Выберите себе определенный день, когда вы будете поливать орхидеи. Это будет правильнее. А что же делать с теми орхидеями, которые стоят в прохладном месте? Например, на балконе, либо в спальне прохладной, на террасе. Их можно поливать реже, но раз в 10 дней. И еще один вопрос, который очень многих интересует, как правильно их поливать. Метод поливания. Сколько раз поливать, мы уже разобрались. А вот как именно? Вы знаете, возможностей много. Вы можете поливать растения, поставив под кран, например, на 2-3 минуты. Промыть субстрат, в котором растут наши орхидеи. Полить водой комнатной температуры и может даже ее сделать чуть-чуть теплее. Струя воды направляется именно на субстрат, а не на само растение. Промывание пластикового горшка, например, один раз в месяц позволяет удалить остатки излишних удобрений. Этот метод также работает с быстро высыхающими субстратами. Вы можете поливать орхидеи так же, как и другие растения, леечкой. Прямо на субстрат. Не поливая листья. Про листья запомните раз и навсегда. На них попадать не надо. Затем выливаете лишнюю воду, чтобы не вызвать загниение корней. Еще один способ поливать орхидеи. Воду нужно налить в миску, положить в нее растение на пару-тройку минут, вынуть и снова поместить в горшочек. Однако следует помнить, что если вы таким образом будете делать, если все растения погрузить в один и тот же контейнер, появится значительный риск передачи бактериальных и грибковых или вообще вредителей. То есть вот этот метод, хоть он и рекомендуется специалистами, я все-таки и всегда рекомендую им пользоваться. Высшие, которые я перечислила, они достаточно хорошие. Орхидеи рекомендуется поливать утром. Благодаря этому у них достаточно времени, чтобы просохнуть перед прохладным вечером и ночью. Чтобы правильно поливать и удобрять орхидеи, нужно внимательно осмотреть эти растения. У разных видов орхидеи свой цикл роста. Есть периоды, когда они растут и когда засыхают. Растут орхидеи, когда у них появляются новые корни, новые листья или когда на старых побегах появляются новые отростки. Когда орхидеи начинают расти, нужно аккуратно и постепенно увеличивать количество воды и удобрений. Если мы при хорошем росте орхидеи не будем давать достаточного питания, то цветы могут не появиться. И растение может погибнуть рано или поздно. Это очень часто случается. Орхидеи очень прожорливые растения. Их нужно постоянно кормить. Вообще, я слышала и читала, что говорят, что орхидеи не требуют большого количества питательных веществ. Просто подкармливайте время от времени. Я с этим не согласна. Для них это также важно, как сбалансированное питание, как витамины для человека. А вот в период покоя растение не нуждается подкормки. Также в это время можно реже их и поливать. Однако в период роста и цветения ситуация совсем другая. Важно помнить, что удобрения лучше всего усваиваются во влажной почве. Поэтому сначала поливаем растение, а затем уже удобряем его. Это также защищает корни. Для подкормки можно использовать жидкие удобрения, какие у вас продаются в садоводческих магазинах. Главное соблюдать регулярность и правильную концентрацию удобрения. Ну, внимательно читайте инструкцию, там все всегда написано. А избыток может сделать корни сожженными. Вы это увидите по цвету. Коричневыми они становятся мягкими и неспособными поглощать воду и удобрения. Вот, собственно говоря, и все, что я вам хотела рассказать. И это сегодня речь была про наши с вами любимые, грациозные и красивые орхидеи. Я надеюсь, информация была полезной. Задавайте свои вопросы, вступайте к нам в телеграм-канал. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok